Привет, народ! Очередная посылка Давайте какую-то одну сейчас вкроем Очередная посылка Коробочка от крысы Но что-то там тяжелее Чем крысы Коробочка Запечатана скотчем Так, Руслан, добрый день Необходима заточка Выставить крюнок по центру Осевой болт на фиксатор СБ Спасибо Пожалуйста А что за нож-то мне интересно? Нож как-то вроде потяжелее, чем крыса Не хотелось бы совсем уж порезать эту бумажку Чтобы ее завернуть в обратную дорогу Кошмар Ганза 704 Да, с хренком здесь действительно беда Ой, беда, беда, беда Вот так вот, да, видно? Добрый день Добрый день в общем что продолжаем ну ситуация какая ну сурка здесь вообще печалька как-то вот так видно да что все блестит вот вся она блестит навряд ли что-то она будет резать бумажечку порежу ну-ка что вот так вот прям прям вся блестит вот отсюда вот так вот хорошо будет видно ну и кроме того нож вот так вот заточен здесь такая ну некое подобие линзы что ли точил хозяин на апоксе китайском я так понимаю ну в общем что клиночек в любом случае нужно будет выставлять потому что он лязгает прямо да прямо прям слышно ну здесь и касание даже видно то есть что клин лязгает ну и здесь вот даже видно в этом месте видно да что он потертый чуть-чуть в общем разбираем клиночек смотрим что с ними ровняем продолжаем разобрал я нож ну и вот что что здесь увидел то есть вот так вот вот так вот здесь дела ну во-первых ржавчина это шут с ним но вот это что они делают непонятно да то есть видно здесь идет типа что он ложь такое цинкованное ведро типа как он раньше было до ведра цинковая то вот здесь вот вот эту часть где у нас access lock ребята зашлифовывают на на каком-то мелком гринде здесь точно так же все здесь у нас все грязно ржаво здесь все чистенько приводим в порядок убираю всю эту ржавчину шлифанем немножко сделаем даже приятно ну все вот абсолютно все винтики вот так вот то есть это не 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 фиксатор резьбы это непонятно что то есть какая-то каша на всех винтах абсолютно вот так вот какая-то каша они ели повыкручивались все все в кашем такой вот непонятно то есть ну ганзу я не узнаю и однозначно это уже это уже не тот ганза который делал на живот 704 тот который из первых год ну там была лялечка не нож а здесь какой-то ну извините за слово о доробало по-украински то есть что-то не недоделка какая-то вот так вот не до нож какой-то стоят у нас пластиковая второпластовая вот так вот до шайбы вот такие вот шайбы какие-то тоже пожеваны немножко с одной стороны шайба круглая с другой стороны шайба откусанная чуть-чуть вот так вот то есть какой-то непонятный нож сейчас буду все это чистить убирать вот эту историю тоже будем зажимать и убирать вот этот вот пластилин или что это такое не знаю то ли но на супер клей не похоже на фиксатор резьбы тоже не похоже что-то какой-то не знаю вроде кто-то киселем это все залил так что будем сейчас это все чистить убирать и отскребать ну вот так вот выглядят лайнеры уже после удаления вот этого всего безобразия блестит что новенький теперь дабы лайнер у нас не ржавел в будущем не так сильно цеплялась к нему коррозия естественно если его бросить где-то на две недели под дождем чтобы он полежал то он естественно буржеветь но дабы уменьшить этот эффект просто вот так вот баллистольчиком брызгаем оставляем минут на пять на десять на тряпочке полежать и потом просто баллистол протираем опять же сухой тряпкой вот так вот это выглядит и пускай полежит на тряпочке кстати вот эту вот историю тоже можно в ацетон бросить болтики дабы поотмочить их все от них отстало хорошенько ну и чтобы их раскрутить а можно просто вот так же обрезать баллистольчиком я сейчас залил их баллистол и минут на десять потом возьму маленькая у меня есть такая щетка по металлу и щеточка по металлу легко и просто удалиться все ну вот минут десять у нас прошло лайнеры мы вытираем ну вот теперь они вот так выглядят но видите да пленочка от баллистола она осталась то есть она в принципе будет работать и предохранять лайнеры от ржавчины вот тоже протертый лайнер но пленочка она не знаю как показать видно наверное да что пленка осталась жирная мы на сухо вытирать не будем все дальше теперь берем наши болтики винтики выбрасываем их на тряпочку и протираем вот такие вот есть в магазине продаются очень дешевые щетки берем щеточку по металлу здесь есть такая медная есть столистая ну я думаю можно даже медной и аккуратненько вот так вот удаляем ну вот и болтик наш чистенький сухенький видно да а был смотрите какой а был вот весь в кашу какой-то и по одному теперь каждый болтик мы металлической щеточкой убираем чистим и они будут чистенькие новенькие закручиваться будут хорошо потом каждый мой винтик посадим на фиксатор резьбы дабы они не разбалтывались в принципе чистим и собираем нож болтики мы почистили они у нас теперь как новенькие дальше что мы делаем это собираем ножки собираем скелет так какая у нас сторона куда будет раз два три ставим три баночки на место ставим стоппер на место и и собираем и собираем и собираем нож так 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 дальше мы вставляем на место релин на место релин на место релин мы на место релин В принципе вот и все, наверное, да? Собираем нож, и смотрите, я вот только собрал нож, ничего не делал, клиночек стал автоматически по центру, видно. Ну и дальше ставим вторую накладочку, и зажимаем для начала осевой, зажимаем осевой, ну и вот, в принципе, да, клиночек автоматом стал по центру. Дальше собираем полностью. Все винтики ставим на место и зажимаем. Ну, в принципе, ничего здесь сложного, как сами видите, нет. Ну, пока собираю нож и включу камеру, когда будем его точить уже. Точить буду на наждаке, позвонил хозяину, уточнил этот момент, что, ну, я не вижу смысла данный нож перетачивать на камнях, тратить на это время, мое время и хозяина деньги. Поэтому, пришли к общему знаменателю, что нож мы перетачим просто на наждаке, заточка будет красивая, а-ля заводская, и все будет замечательно. В принципе, пока все. Итак, переходим к наждаку, будем перетачивать нож на наждаке. В принципе, что хочу сказать, оборотов у него здесь около 800 оборотов в минуту, камень мелкий, но если нажимать мы будем не сильно, то есть у нас ничего не подгорит, ничего не подпали мы, так сказать, есть такое выражение, да, подпалить режущую кромку. Все будет отлично, все будет нормально, ну и нож будет такой же острый, как и был. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, в принципе. Давайте покажу, как это выглядит. Значит, мы попали в родной подвод. Ну, может, кому-то показалось, что я тащил долго и снял очень много металла. То видите сами, да, это не так. Я просто с минимальным нажимом проходился, поэтому проходил несколько раз. И, ну, видно, да, что в угол мы попали. Видите, чётенько всё. У нас один подводик с этой стороны и один подводик с этой стороны. Вот так вот он ровный. Теперь что мы делаем? Берём керамический мусатик. Убираем слегка заусенчик. Убираем заусенец. Ну и всё, в принципе. Наш нож готов к труду и обороне. Берём досточку для правки ножа и поправляем кромочку, убирая остатки заусенца. Ну вот, в принципе, и всё. Как бы это показать теперь? Ну вот он, видно, да, один подводик. По всей длине, то есть нет там трёх переходов никаких. Вот он, один подводик видно сейчас, да, примечательно. То есть вот он, один подводик и от начала до конца ту же бумажечку берём. И вот она ту же бумажечку абсолютно без проблем режет. Бумажечка у нас с клеем, поэтому режется она не очень хорошо, а клеится вот эта вся история. Бумажечка, бумажечка, бумажечка. Ну, к сожалению, бумажечек у меня больше никаких нет. Есть вот какая-то бумажечка, нашёл. Вот так вот, с листиком А4 теперь после заточки на наждаке. Вот таким вот образом это выглядит. В принципе, если подходить к этому делу с умом, зная, что ты делаешь, и понимая технически весь процесс, то, видите, да, можно тащить, в принципе, ножи и на наждаке. Все свои кухонные ножи я тащу абсолютно без проблем на наждаке. Кстати, да, ну, по-моему, показывал. Да, клин по центру, осталось прикрутить нам только клипсу. Фиксатор посадил, я пока разговаривал с клиентом. Посадил наш на фиксатор резьбы. Не забыл, всё нормально, можете не переживать, потому как в видео не показал. Поэтому, дабы не писали, что русик не посадил на фиксатор, просто с клиентом разговаривал, камеру не включал и посадил всё на фиксатор резьбы. Всё замечательно. Поэтому к хозяину ножа добрый день. А вы не подскажите, где у нас находится энергосбыт, дружба народов? Энергосбыт это возле телевышки. Туда, наверное, да? Возле телевышки. Ага, хорошо, спасибо. Пожалуйста. Тут, в принципе, вот так вот. Всё, ножичек работает. Клиночек ещё раз показываю по центру. режущая кромочка у нас. Нормально. В принципе, всё замечательно в один подводик. Металл мы не сняли, потому как с очень лёгеньким нажимом я этот процесс производил. В принципе, всё. Пока-пока. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова